Итак, меня зовут Наталья Сафронова. Мне 44 года. Я имею разный опыт в своей жизни. И первый мой профессиональный опыт – это был преподаватель в институте, который я закончила то высшее образование, которое я получала. Год я работала еще на кафедре. Ну а потом я очень сильно стремилась в Москву. Мне так хотелось жить в Москве. И я туда уехала. И уехала туда со своим первым мужем. Не знаю уж, с чем был связан этот брак. Может быть, с реализацией именно этой моей мечты. Но брак был недолгим. Год мы прожили вместе после брака. Потом разъехались и в итоге развелись. Я прожила в Москве. И там я начинала свою карьеру в ресторанно-гостиничной сфере. С самых низов, самых азов до директора ресторана в Москве я выросла и управляла рестораном премиум-класса, в том числе отель Мариотт Грант и ресторан Файн Дайнинг. Ну и в целом, когда я работала руководителем, директором ресторана, ну вы понимаете, сервис – это вообще люди. И мне казалось, что я вообще какой-то полевой психолог. Там то надо клиентов разгневанных успокоить, то официантов обиженных успокоить, то собственник нервничает и так далее. Но тогда у меня не было знаний психологических, но я уже понимала, что с настроением людей, с эмоциями людей, с их мотивацией, в общем-то, надо иметь дело. И нужно этому учиться. С 2013 года я начала карьеру бизнес-тренера, работала с руководителями, с собственниками компаний, с темами того, как проводить собрания, встречи, как выстраивать мотивацию, как ставить цели и достигать их с помощью команды. Ну разные-разные темы, которые вообще в бизнес-тренерстве можно придумать. И в целом меня тоже всегда интересовали направления, вот продажи, переговоры. Это тоже все очень такая психологическая сфера. И после того, как я начала бизнес-тренерство, я поняла, что те инструменты, которые я даю, ну, например, шаги продаж, казалось бы, что проще. Есть 5 шагов продаж, есть 7 шагов продаж. Я даже 14 шагов продаж рассказывала, но замечала, что людям очень тяжело получать результаты в продажах. Потому что, если честно, то результат в продажах – это не совсем шаги продаж. Это очень-очень большая доля того, как человек вообще себя ментально ощущает, энергетически ощущает его психологические блоки, уверенность в себе и прочие вещи. Вот это вот на самом деле строит продажи. Если человек прокачан в своем энергетическом состоянии, то он, и не зная этих шагов, он продает. Вот. И потихонечку, постепенно я стала понимать, что надо больше и больше уходить в психологию. И, кроме того, мои личные вопросы тоже мне фонили, тоже мне подсвечивали. В момент, когда я пошла учиться, первая вообще моя тема в психологии, как ни странно, это была астрология. Я астропсихолог сначала, а потом уже все психологические темы. Мне было интересно, почему у меня карьера идет, а деньги нет. Ну, вы знаете, да, что деньги и карьера – не одно и то же. Можно занимать высокую должность, но при этом финансово не чувствовать себя свободно и уверенно. В 32 года у меня был диагноз бесплодие, и я не знала, как вообще решать этот вопрос медикаментозно. У меня не было отношений. И вот в 34 года начался мой путь в психологии. Сначала это была астрология, потом коучинг, потом НЛП, потом процессориентированная психология. Параллельно со всем этим – биоэнергетика. И сейчас у меня изучение квантовой физики. И сейчас у меня симбиоз всех этих знаний и какой-то свой авторский метод сформировался, которым я работаю с моими клиентами. И на сегодняшний день я работаю 4 дня в неделю, и у меня запись… Ну, 4 сессии – это нормально, 3 – это нормально, 4, как правило, а то и бывает и по 5 в день. И запись достаточно плотная. И я стала думать о том, как бы мне вообще начать своими знаниями делиться в более гибких и удобных продуктах, когда можно себе высвободить время, может быть, большее число людей вовлечь в эти темы, потому что действительно результаты очень интересные. На сегодняшний день мне 44 года. В 40 лет у меня родился сын, 6 лет я в отношениях, и 7 лет я уже как ушла из найма и стабильно двигаюсь. И за это время и ребенка родила, и квартиру поменяла, не будучи, не состояв ни в каком найме. И, собственно, в найме бы я такие деньги не заработала никогда, как это у меня получается сейчас. Поэтому есть чем поделиться. И с удовольствием постараюсь быть полезной для того, чтобы вам подсветить путь ваших изменений и рассказать, с чего начать. Да, и еще расстановщик я, еще системные расстановки. Вишенка на торте. Но и очень часто именно нарушения в системе дают ответы на вопросы. И многие, кто обозначил свои вопросы, там я уже понимаю. Там, где мы, например, спрашиваем, а где, как мне доход увеличить или отношения простроить, это, в общем-то, отношения с папой. И нужно смотреть, а где папа в системе. На том ли он месте, не исключен ли папа, и как вообще с ним устроятся отношения. Те, кому хочется идти в масштаб, в ценность себя, в любовь к себе, это отношения с мамой. И где мама в системе? Поэтому, как ни крути, мы возвращаемся к истокам. Вот у меня недавно завершился марафон «Энергетическое проектирование продаж». Там, где мы процесс продаж простраивали ментально, через мышление. И одна участница мне написала, «Наталья, как интересно, вообще все к истокам, все к истокам. Не обойдешь и не объедешь эту тему. И порой, когда мы восстанавливаем себя на своем месте в системе, то и другие процессы в жизни начинают складываться сами собой, как такие закономерные пазлы в нашей общей жизни. Вообще нельзя жизнь делить на работу или личную. Меня иногда даже спрашивают, «Ты вроде бизнес-психолог, а почему ты про здоровье рассказываешь?» Ну, вам объяснить, почему? Потому что в нашем теле каждый орган отвечает за то или иное. Ну, например, почки, парный орган. И это всегда тема партнерства. Муж и жена, либо партнеры в бизнесе. Пожалуйста, как там строятся психологические отношения, будет качество здоровья этих органов. Ну и так далее, и так далее. Поэтому в эту сферу тоже. И вот чуть позже вам расскажу. У меня планируется новый марафон как раз про состояние. И это уже будет за полгода пятый марафон. Причем все марафоны у меня не повторяются. И впереди еще четыре темы, тоже не повторяющихся. И тема энергии, она очень объемная. И не заканчивается только папой и мамой. Очень-очень много нюансов. И я просто уверена и убеждена, что каждый может освоить эти темы, потому что, по сути, это знание про жизнь. Каждому это нужно и полезно. И сколько мы проработаем с вами? Я смотрю по количеству участников. У нас девять человек подключилось. Если все готовы будут что-то сказать. Но я думаю, что мы час-полтора. Ну, зависит, конечно, от вопросов. Я свободна сегодня вечером, никуда не тороплюсь. Поэтому пока не отвечу на все вопросы, буду отвечать. Итак, кто первый хочет озвучить свой вопрос? По желанию. Можно. Можно. Всем здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. У меня такой вопрос. Можно три секунды? Я перчатываю, чтобы у меня руки не спотели. У меня такой вопрос по поводу работы. Я работаю визажистом и бровистом уже более десяти лет. Я люблю свою работу. В моменте были какие-то выгорания. Решала все вопросы по выгоранию. То есть выгорание было такое, когда я, например, понимала, что я больше никогда не хочу быть визажистом. Вообще видеть это не могу. Но, с другой стороны, даже в этот момент я себе отвечала на внутренний такой вопрос, что все-таки я люблю это и заниматься этим хочу. И потом я выходила с психологом вместе. Я выходила из депрессии в том числе. И выгорание это было вот, ну, оно параллельно как бы происходило. И в итоге я понимаю, что я как бы не хотела пойти в масштаб, этого не получается. То есть я предпринимаю какие-то действия. Я там хожу на обучение. То есть я человек, который очень любит обучение. И это действительно меня расширяет. Но вот всегда я чувствую, как будто я на пороге с чем-то стою. И не могу дальше пойти. И не могу дальше пойти. И я как будто бы, вот знаете, если это сравнить с игрой компьютера-бегалка, когда человечек подбегает к стенке, он так бежит-бежит-бежит, то лбом атыкается об стенку, так много действий предпринимает. А как бы стенка, ну, у лба все равно есть. Вот у меня именно ощущения каждый раз такие складываются. Каждый раз, когда какое-нибудь новое обучение, это каждый раз становится все там дорого. Причем это обучение не конкретно даже по профессии, а именно то есть какие-то около этого. По инстаграму или там еще по какой-то стратегии или еще что-то. В том числе я там все равно на какие-то мастер-майнды хожу. И я понимаю, что все равно, сколько бы я не узнавала чего-то нового, сколько бы я все равно там внутренне не расширялась и не приобретала каких-то знаний. То есть это не впустую проходит. Но при этом все равно я как бы по факту, если вот так вот визуально посмотреть, остаюсь все равно на том же самом уровне. Причем у меня есть желание и идея, что бы я хотела дальше, и причем это там не первый год. Но как только я подхожу к этому близко, у меня просто, ну, во-первых, там энергия схлопывается. То есть я так понимаю, что ой, то есть, во-первых, я чувствую сопротивление, что, например, я захожу в обучение, которое понимает, что мне дико поможет, и я понимаю, что я на первых днях дико продуктивна, а потом я начинаю прокрастинировать. Я такая думаю, ну, не сегодня задание сделаю, не сегодня. Ой, это не буду делать. Ну, то есть дальше я начинаю обходить это все. Вот у меня было в декабре обучение, но там еще и декабрь был, надо сказать, что это, ну, так я не могла полностью уделять время обучению и внедрять, чтобы это не было в Инстаграме на полную катушку, потому что в декабре было много записей. То есть, ну, физически я не могла присутствовать. Но все же это некое оправдание для моей головы, что вот, да, физически не могла, но где факт, что я бы смогла в ноябре, а не в декабре. Ну, то есть, короче, вот сейчас и у меня девушка, у которой я была на обучении, она говорит, Юля, ну, не завершила обучение, оно как бы такое дорогостоящее, она говорит, давай, пойдешь в другой поток, и вот 11 марта начинается это же обучение, то есть я до конца просто не все блоки прослушала и там сделала. Я рада, потому что у меня уже нейронные связи какие-то там подсформировались, где-то сопротивление уже пройдено, и, ну, как бы, когда второй раз видишь информацию, полегче. И, в общем, в итоге я понимаю, что мне кажется, я понимаю, что даже не кажется, а будет точно так же. Я сейчас очень жду и очень хочу, но при этом я понимаю, что столкнусь с тем же самым. И вот я не понимаю, в чем дело и что с этим делать вообще. Юля, знаешь, мы когда виделись последний раз, ну, мы с Юлей виделись на личной встрече, и у меня как будто, знаешь, некоторым девочкам было сразу что сказать, а с тобой не было понятно. Я ушла домой, но я думала про тебя, что же у Юли. Потому что на первый взгляд ты выглядишь и считываешься очень ресурсный. Очень ресурсный. Что значит ресурсный? Это человек, который наполнен и реально в контакте с собственной ценностью, с ценностью того, что делаешь. Видно, что с любовью к своему делу. И там, судя по твоему блогу, видно, что люди идут тянуться. В чем проблема? Вот, и я уже потом задним числом я догадалась, в чем блог. Вот смотри, посмотри сейчас визуальный образ. Я и люди. Я и люди. Смотрите, наши... Ты избирательна к людям. Ты избирательна к людям, да. Ты избирательна к людям. Но если убери вот эту избирательность... Ты почему избирательна? Потому что ты вообще себя людям отдаешь всю. У тебя страх, что они себя разорвут. И поэтому ты и включаешь этот фильтр. И получается, когда у тебя ограничения по доходу, ну и там по клиентам, да, или по работе, то это твоя внутренняя вообще... Кнопочка обезопасить себя включается. И по сути перекрываешь контакт. Потому что если ты большую аудиторию наберешь, то ты работаешь с клиентом, и ты себя каждому, такой, знаешь, у тебя каналчик, каждому себя сливаешь. И тем самым ты не можешь в масштаб пойти, потому что энергия уходит не туда. Это энергетически. И здесь вопрос глубинный. Вот ты ценность свою чувствуешь, но для того, чтобы быть ценной, действительно ценной для других, чтобы они считывали, ты себя им отдаешь. Поняла как? Да, поняла. Получается, что... Эту ценность немного надо изменить. То есть, либо отдавать, но меньше, и как-то понять, каким образом это делать. Но я годами... То есть, я всегда чувствовала... Я, кстати, говорила на встрече, что, например, у меня был курс, да, и я там за 10 часов двухдневных, я просто... Ну, в дичайшем минусе. Потому что много людей проходит за эти 10 часов, и каждому я уделяю время там, и что-то как-то включаюсь, и потом я просто не ноль, а минут. Либо фильтр ставить... То есть, меньше энергии, но я не понимаю, как это делать. Тут смотри, надо не фильтр ставить. Ну, если бы мы с тобой пошли в работу, или там вдруг, может быть, заинтересуешься марафоном, то там у нас будет прям тема, как идти в масштаб и не сливать свою энергию. Нужно убрать смысл, что если ты не отдаешь людям свою энергию, по сути, ты отдаешь только свое знание или действие. А энергетически тебе нужно поставить себе программу, что ты не будешь отдавать себя. Но у тебя, видишь, не так просто. Это у тебя программа женщин рода передается так. Скорее всего, женщины рода так устроены изначально. Ну, у мамы, думаю, что да, потому что она у меня очень активная, и она сильно включается, если что-то делает. Вот. Это родовая у тебя программа же по женскому роду. С одной стороны, у вас генетически вы хорошо аккумулируете свою энергию. Но все-таки, знаешь, пока ты еще возрастом молодая. Но с годами ты будешь все тяжелее и тяжелее это вынашивать. А мне уже 32 годам тяжело. Да, уже тяжело выносить. Поэтому вообще, смотри, с точки зрения, когда мы энергетически себя отдаем, ну, по сути, в дорожку других людей ты вкладываешь частичку себя. Мы делаем, во-первых, себе энергетических должников, то есть люди начинают тебе чувствовать себя должными. Да, они тебе оплачивают услуги, но все равно энергетический долг остается. Нужно бы со всех людей свою энергию тебе забрать и вернуть ее себе. Это то, что энергетически нужно сделать. А потом простроить, что ты в обучениях либо в работе, ты в обмен отдаешь только знания или действия, а энергию нет. И все. И тогда у тебя получится, что ты аккумулируешь больше своей энергии, тогда можешь вытягивать и масштаб. Да, потому что я как энергетический донор. Каждый приходит мне рассказывать о своих проблемах, о различных проблемах. Я как бы не могу не включиться, потому что я как бы, вот у меня такой есть отклик, и это причем искренне. Я не чувствую себя обязанной, что должна что-то прокомментировать. Это происходит гармонично. Но при этом потом, вот если я работаю семь, восемь, девять человек в день, это просто жуткая жесть. Да. Тебе надо убрать вот эти программы, сливать. Я понимаю. Значит, встретимся с тобой. Хорошо. Спасибо, Юля, что поделилась вопросом. Спасибо большое за ответ. Так, Оля, вижу, Оля руку поднимает. Да, Оля, давайте. Здравствуй, Аталья. Да, Оля. У меня такой запрос на последней нашей с вами сессии. Мы с вами разговаривали про моё повышение, получается, до должности управляющей. И я помню, так скажем, наши с вами мнения. Но по итогу я получила эту должность. И, наверное, как только я её получила, я поняла, что... Причём я сразу хочу сказать, что я простраивала к ней путь с вашего марафона, когда марафон энергии цели и марафон продаж. То есть всё, что вы рассказывали, я применяла именно относительно данной цели. И я к ней пришла. И, ну, пришла там не сразу, там, как бы... Вот. И сейчас, когда я до неё дошла, я просто поняла, что чувствую... Я просто... Какую-то бессмысленность, потерянность и, в общем и целом, тупик. Вот. И я пытаюсь ответить себе это как, знаете, поведение вторичных выгод. То, что я сейчас понимаю, что мне нужно вникать в это. Я понимаю, что мне интересно выстраивать бизнес-процессы. Мне интересно самой себе показать результат. Но я делаю всё, чтобы вообще в это никак не погружаться. То есть, ну, как вот такая потерянность, и я не могу её себе ничем объяснить. Так, а вопрос в чём? Вопрос в том, с чем это может связано быть. Может быть, вы просто подсветили мне какие-то фокусы. Ну, вот именно то, почему происходит так, что я, ну, желала этой цели. Я длительное время к ней шла, я к ней пришла, и сейчас я чувствую просто пустоту. Состояние, да, вот это почему? С чем оно связано? Да, вот состояние пустоты. Всё верно, да. Ну, смотрите, что я тут вам расскажу. Мы живём в материальном мире, и наш материальный мир, он немножечко с опозданием реализует наши желания. То есть мы, например, какое-то намерение себе запускаем, а материальный мир это реализуется через время. Как будто, знаете, такой эффект отложенного результата. И так как ты запустила, вот, марафон энергии цели, он был ещё в декабре. Да, в декабре. И получается, что ещё в декабре у тебя запустился процесс формирования этого намерения. Мы с тобой работали уже, наверное, в конце января где-то, да, или февраля. И тогда, смотри, ты просто свои цели сопоставила, что тебе нужна эта должность. Но мы в сессии поработали, что цели тебе нужны не в должности. Ты увидела вообще, что в другом цели на твоей лежат. Но твоё бессознательное, оно уже тебе начинало простроить, простраивать эту должность. Ты её получила в итоге. С одной стороны, молодец. Всё правильно делала. Поняла на практике, как работают все инструменты. Но с другой стороны, ты просто получила то, что не является для тебя ресурсом. Ты чуть позже осознала, но намерение на эту должность не обнулила. Намерение не обнулила, поэтому оно у тебя сложилось. А вот с чем связана пустота? Что твои цели, которые ты действительно для себя истинные ставишь, они связаны уже не с этой должностью. Поэтому и пустота. То есть в данной ситуации нужно просто через уже настоящее простроить путь из этой точки моей настоящего простроить к желаемым целям. Теперь, да. Теперь, если ты имеешь эту должность, в целом, должность, она хорошая, ресурсная, быть управляющей. Но там очень много той ответственности дополняется, которая, в общем-то, не всегда к денькам ведёт. То есть ответственности ты возьмёшь больше. Не факт, что это тебе в деньги как-то вернётся. Просто быть в найме управляющей, это за много что нести ответственность. Как быть? Как быть? Смотри, эти цели можно через эту должность простроить? Можно подумать, как там простроить? Вот тебе такое задание. Напиши, вот всё-таки сформулируй, в чём моя истинная цель? В чём моя истинная цель? И дальше посмотри, из этой точки управляющей, вот из этой должности, твоя цель, она тебе видимо или невидимо? Вообще видимо. В этом-то, вы знаете, вопрос. То есть я понимаю, но у меня нет на это. То есть я постоянно саботирую сама себя. А что саботирую? В чём? Ну вот я прописываю для себя план, что мне нужно делать. Я даже внутри ощущаю вот эту силу. Мне очень интересно прожить вот этот вот. То есть знаете, у меня даже выстроено, опять-таки благодаря вам выстроено понимание, какой опыт души я хочу получить. И знаете, не материальным, а именно через вот душу. Я понимаю, что в моём сознании это работает. Но вот как только нужно перейти к действиям, я либо хочу спать. Я поняла. Либо у меня появились другие дела. Смотри, вот теперь тогда вот так посмотри. Вот ты, когда управляющий, во-первых, ты не до конца соединилась. Соединись с этим образом до конца. Вот я подумала на самом деле, что да, есть такое. И теперь посмотри, ты в этой должности, я и папа. Посмотри, ты становишься больше папы? Нет. Не становишься больше папы? Когда ты управляешься? Я посмотрю. Ну, не на 100%, но примерно на где-то 40-50% ты становишься больше папы. Как бы, знаешь, ранг добавился. Ранг добавился. И поэтому у тебя идёт протест, потому что ты же хочешь занимать своё место в системе, и ты не должна быть больше папы. Вот все действия, это наша энергия мужская, то есть от папы перестала энергия течь. Я поняла. То есть здесь проработаешь, что ты, да, в новом ранге, в новом статусе, но папа больше, а ты меньше. Папа больше. Я поняла. Окей. Хорошо. Я тогда, получается, первая цель простроить из этой точки, второе принятие папы, своего места в системе и принятие вот этой должности. Да, первое принятие должности, первое сделать. Второе, из этой должности, когда ты до конца с ней соединишься, почему ты сейчас не видишь, что ты стала больше папы, потому что ты с должностью до конца не соединилась, поэтому это не видно. Вот. Соединишься с этой должностью, дальше простроишь, несмотря на свой статус и ранг, ты маленькая, а папа большой, и ты продолжаешь от папы брать сердию. Вот. И дальше мотивацию себе на то, чтобы тебе интересно было в этой должности развиваться, с твоими личными целями должна срасти. Я поняла. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Хорошо, Оля, спасибо. Катя, давай, Катя. Сейчас настроюсь чуть-чуть. Короче, что-то я вообще перенервничала вот прям с того момента, как мы с тобой, ну, в этом я у тебя в марафоне поучаствовала, да, у меня этот страх вылез, проявленности какой-то, и потом вот я сейчас, ну, устала, когда тоже говорите постоянно, он стал выходить. Хотя вот, ну, я на самом деле, ну, я не считала себя, что я что-то не могу сказать, что-то не могу рассказать. И вот сейчас, когда готовилась, я поняла, что это от отца родовой. Ну, он как-то мне что-то не даёт мне. Ну, я как бы хочу, да, проявиться, что-то рассказать, как-то пойти дальше. И вот прям, ну, вот как, думаю, ладно, через страх идти тоже как бы я не хочу. Ну, как бы поставила его рядом. Я не знаю, как с ним, короче, быть с этим страхом. Ну, в общем, рассказываю, как есть, да. Я пришла узнать, ну, задать вопрос про то, что вот у меня увеличение в доходах, да, сейчас вообще, ну, то есть в ноябре, где-то с ноября месяца, с конца декабря, в нварь, февраль, вообще, короче, нету доходов по нулям. Вот прям, ну, я даже не знаю, с чем это связано. У меня, да, была там ситуация, одна такая шокирующая немножко. Ну, тем не менее, я думаю, неужели я на нее так себя, ну, как такая у меня реакция. Ну, в общем, в 30 лет у меня было сильно предательство, вот 10 лет назад, да, у нас с парнем мы строили бизнес, мужская одежда и обувь была, и в итоге, ну, как я узнала, что он меня предал. Ну, для меня, ну, вообще-то я была в шок-контент, короче, для меня было. Я год думала, ну, как мне терапевтироваться, что мне сделать, ну, в итоге, короче, почему-то у меня такое было ограниченное мышление, ну, в тот момент, и я год не знала, о чем делать, у меня прям, ну, я лежала, просто энергия на нуле была, я не ожидала такого, хотя я там, ну, фокус внимания в голове, ну, там, читала, да, много литературы, что это предательство передает тебя на уровень выше, но все равно как-то это не помогало мне. Потом, в итоге, через год я пошла учиться на психолога, три года я отучилась, да, параллельно я на коучинг также отучилась на нервно-миниверситическое программирование, вот, и мы с коллегами открыли Центр психологической поддержки, да, я сто тысяч брала на развитие бизнеса, да, ну, в итоге, почему-то тоже это все дело не пошло, два года отработала вот в администрации, и последние вот два года как самозанятая, ну, поначалу как бы тоже, ну, не дали деньги, да, на развитие бизнеса, но все равно я за, ну, полтора-два года уже будет летом, я не могу выйти в пульс, ну, то есть эти деньги, как бы, по отчетам, конечно, я красиво написала, если честно, но вот так, как бы у меня какой-то затык, и я не могу понять, ну, и предназначение там свое смотрела, и астрокарту смотрела, там я уже вообще, ну, как бы, все, где только могла, посмотрела все, что не так, и все равно почему-то, ну, как бы, и в обучении у меня были такие моменты, что я смотрела. Посмотри, посмотри образ, я и папа. Где папу чувствуешь рядом с собой? Ну, вот он делает. Ну, он у меня как будто всегда на контроле, и, ну, вот, с правой стороны, ну, ну, тут вот, ну, как бы, чтобы я его видела, чтобы, ну, на контроле вот так. А с папой у меня отношения есть что проработать с папой? Тебе как психолога спрашиваю, с папой есть что проработать? Ну, я как бы в последнее время, ну, только практически папу прорабатываю, потому что, ну, даже сегодня утром я пришла к такой мысли, ну, тоже про отношения думала, да, и, ну, я ставлю, допустим, у меня сын, да, 20 лет, и папа, да, вот я к сыну доверия больше имею чем к моему отцу, и у меня такой страх, что он где-нибудь, да что-нибудь мне там подставит, предаст, ну, хотя я уже ходила в те моменты, когда, ну, там, у них с мамой был развод, хотя они сейчас живут вместе, там все хорошо, ну, я не могу там, ну, как найти, что такого там было, ну, как бы, как будто закрыто там, я не знаю, как это... Смотри, ты где-то на 55% проработала страх предательства от папы, но еще не до конца. Что у тебя вообще произошло, да, во-первых, так как ты боишься, что папа предаст, тебя предал мужчина, и у тебя этот страх, он уже удвоился, предал мужчина. Нет доверия папе, нет доверия мужчине, и ты, получается, подсознательно, чтобы себя защитить, что ты делаешь? Ты исключаешь мужскую фигуру, мужскую фигуру исключаешь. Плюс есть еще ситуация измены, да, это получается, что ты в женскую конкуренцию попала, в женскую конкуренцию, когда между двумя женщинами идет конкуренция за одного мужчину. Ну, это у меня с мужем, когда я замужем была, ну, сын, сын, от кого родила, ну, я вообще, мне не охота была с ней никак конкурировать, я не знаю, почему это произошло, но это еще более глубинная тема, у меня сестра была, погибла у меня, и я тоже, вот у нас с ней были какие-то, ну, всегда. Тема женской конкуренции, она действительно из, между сестрами, где-то обостряется, между сестрами это начинает быть видно, у меня есть ряд клиенток, которые только говорят, что сестра, я сразу слышу, что в поле есть тема конкуренции женской, а бывает, что это конкуренция с мамой, конкуренция с сестрой, но в целом проблема в том, что ты не до конца чувствуешь собственную ценность, и конкуренция с другими женщинами, она тебе еще больше на эту боль как бы указывает, то есть здесь надо поработать с принятием собственной ценности, это в общем-то тема поработать с мамой. И папа, если папу не доверяешь, то есть исключая фигуру папы, мы исключаем мужчину из своей жизни, деньги, потому что деньги это папа, от мамы нам идет ценность, любовь к себе, принятие себя и уже дальше движение в масштаб и в расширение. То есть деньги в потенциале, это через маму, через папу деньги, которые реально сейчас у нас есть в кошельке, который мы можем чувствовать, то есть вот реально, прям реальные обороты. И плюс папа, это проявляться, видишь, ты как говоришь, страшно проявляться, это тоже нехватка поддержки папы. Я вообще вот в данный момент, вот я все это осознаю, понимаю, но только вот как это проработать, потому что, ну как бы у меня у самой, ну тоже вот как, знаешь, как сапожник без сапог, эти моменты я понимаю, ну как, что папа, вот я не знаю, уже тысячу раз я ставилась на свое место, да, там знаю, что он там за правым плечом должен, я его уже, ну как и великим и могучим, я знаю, что-то большие деньги, это папа. Ну и все равно, я не знаю, откуда это происходит, что, ну вот как я вот этот момент саботирую и все. Я уже, я не, я даже, я не понимаю. Ну смотри, разные психологи работают по-разному, я уже пришла к тому, что травму нужно убирать на нескольких слоях. Это личностный слой, это надо смотреть идентичную травму в родовом слое, в кармическом слое, и дальше еще на уровне богов, как ни странно. То есть смотрите, например, у себя чисто как-то я заметила такую тоже программу, что у меня же тоже, у меня муж иностранец, то есть он удаленный. Шесть лет назад у меня отношения создались, но он у меня удален, мы не живем вместе. У меня лично, у меня моя травма с папой, у меня с папой большая дистанция. И вот тогда, шесть лет назад, она еще была очень большой, сейчас я очень много проработала, чтобы нам соединиться. Но знаете, так вот в отношении перейти, и там решить, на какой стороне жить, в условиях нашей международной обстановки, так и не получается. То есть вопрос такой, много что устраивает в этих отношениях, но пока не получается соединиться до конца. Вот. И к чему я говорила? А, вот я убирала, в чем я могу папу держать на расстоянии? Почему? Или там мужа отца своего ребенка. И мне пришла одна мысль, что, смотрите, Дева Мария, да, или там Божья Мать, она родила ребенка вроде как, ну, без участия мужчины. То есть вот этот уровень залегания травмы на уровне богов, он тоже есть. Тоже есть. Иногда мы некоторых людей обоготворяем. Я тоже убирала у себя одно мнение. Вот, допустим, когда люди не могут, даже, например, там, психотерапевт или психолог не может ставить себе ценник, чек выше, чем учитель. Я тоже с этим работала долго. Да, мои учителя дешевле стоят, чем мои услуги сейчас. Но это было не всегда. И получается, что мы в учителя встраиваем Бога, фигуру Бога. А выше Бога прыгнуть нельзя. И когда мы это разъединяем, что этот учитель – это не Бог вообще, вот, у меня свой путь, то здесь получается больше свободы ставить себе другой чек или там другой уровень дохода. Вот. Поэтому разные психологи работают на разных методиках. Я работаю очень глубинно. У меня вот пример расскажу. Пришла ко мне девушка, одна клиентка у нее. Они вообще с мужем тоже вместе у них бизнес. Муж сначала пришел и говорит, не могу выйти в масштаб. Хочу в масштаб, а у меня вот какие-то локальные бизнесы с небольшим доходом по его меркам. Вот. В натальной карте смотрю, ему действительно надо идти в масштаб. Он движется из пятого в одиннадцатый дом. Если астрологи знают, то понимаете меня. Из маленького, локального, во что-то большое масштабное. А его жена, ей надо наоборот, из большого в маленькое. Из одиннадцатого в пятый. У них зеркальный процесс. А он хочет на нее полагаться и говорит, я хочу, чтобы она там выполняла мои системные процессы, чтобы администрирование, бухгалтерию, персоналы и так далее. То есть ей нужно быть опорой для вот этого масштаба. А она просто не выдерживает. Не выдерживает, потому что ей надо обрести себя. И вот она пришла первый раз на сессию и говорит, я уже четыре года хожу по психологу. Четыре года я уже работаю с собой. Я проверяю, насколько процентов у нее уровень принятия себя вообще, насколько она энергетически с собой соединилась. Результат на десять процентов. После первой сессии мы с ней один раз поработали, у нее стал результат сорок пять процентов. За один раз. Ну, за одну полторачасовую сессию. И мы с ней уже два раза работали. Сейчас я проверю, насколько у нее сейчас держится. на семьдесят. Тут она мне уходила, была на семьдесят. Сейчас тоже на семьдесят. Вот. Говоря, например, о твоем страхе, Кать, страх предательства от мужчины. На сколько процентов ушел этот страх? На тридцать пять процентов. То есть не сказать, что ноль, да? Работа была проделана на тридцать пять. Но на тридцать пять это маловато. Ты его все равно очень сильно чувствуешь. Ну, у меня... Вот смотри, ты начала мне рассказывать. Ну, как бы я тоже ведь давно уже тоже работаю, да? И понимаю, осознаю, откуда эти все моменты были, да? У меня, получается, отец, он по... Ну, эти страхи откуда происходит? У меня мусульманин. Ну, то есть там у него, ну, как немножко другая структура, меня как крестили. Ну, все равно, как бы, вот эти две конфессии, ну, как бы, они во мне переплетаются. И иногда мне приходится перестраиваться, потому что, ну, в Дагестане они там, ну, как у них своя, там, как говорится, мы только пять лет как узнали вообще, что, ну, как мы стали к ним ездить, да, там, в гости и общаться с этими родственниками, чтобы я начала немножко себя понимать. Потому что, ну, как я приехала, и были моменты интересные, да, в узнавании того, что, ну, допустим, вот мне надо на столе, чтобы фрукты стояли и сухофрукты, там, вазочки. Мать говорит, зачем ты так наставила? Ну, я когда приехала, я говорю, смотри, видишь, что тут всех так было, ну, как бы, энергополе действует. Но, тем не менее, ну, как бы, она говорит, откуда ты это всё берёшь, типа, вообще? Я говорю, ну, вот, откуда. И когда мы съездили, она поняла, откуда. Ну, то есть, это всё по ДНК передалось и до такой степени, что у отца, у него, получается, отец, ему 12 лет было, он погиб. Ну, и как бы, вот, получается вот такой вот заворот событий, да. Да. И я не знаю, где-то как-то мне немножко жалко его становится, поэтому он у меня всегда должен быть в поле внимания, потому что у дагестанцев, у них принято, чтобы ты всегда была при родителях и с родителями. Я его даже кое-как вот стала отпускать. Почему-то, я не знаю, так происходит. Ну, здесь, смотри, да, с одной стороны, есть родовая история по линии папы оставаться без папы по разным причинам, да. Папа умер, папа ушёл. Ты сегодня? Последняя, что ли? Ага. Кто-то звук включил. Светлана, выключите, пожалуйста, звук. О, сейчас. Ага. С одной стороны, родовая история, где, получается, без папы остаются дети, да, по линии папы. Вторая история, когда он остался без папы, и ты почувствовала жалость на вот этом, на жалости, ты его сделала маленьким, себя большой, его маленьким. Не убрала этот процесс, до сих пор он есть. Понятно. Вот, и третья ещё, смотри, мусульман, чисто вот в православном, если внимательно посмотреть, в коллективный. Не, у нас будет лагерь в августе. Я сейчас всё, напишу информацию. Нет, там... Выключил. Так. У меня такая сапоэтажница вообще сил нету. Вот всегда такая тема происходит. Вот смотри, да, в твоё поле вмешиваются люди ещё другие. Да. Ну, это вот только про дагестанцев договорили, там вообще... Да. Мусульманская тема, в целом культура православная исключает мусульман. Ну, как бы, знаешь, это такая религия, которая не очень-то принимается, и ты, может, тоже под это попадаешь, вот эту историю, в коллективном бессознательном идёт исключение. Тоже здесь. Ещё и про бабушка, она была против, типа матери говорила, за какого-то обрека замуж выходишь, там все дела. Да, бабушка. Тоже, да. Ну, вот эта мешанина, она мне постоянно их разгребу-разгребу, вроде как по местам поставлю, потом, поп, опять какой-нибудь разбор, и опять они, здрасте. Я уже хочу без них, а они мне такие всё время, привет, мои дорогие. Ну, значит, есть над чем поработать ещё. Это вообще, я не скончаю. Мне-то охота своей жизнью пожить, там замуж выйти, детей ещё родить, как бы у меня сыну 20, хочется дочку там и все остальные моменты. И как только опять я ставлю какое-то достижение, цель, вот они все здесь, все здесь. И вот такая вот тема постоянно переходит и переходит, и поэтому... Да, ну, понятно. Такие конфликты мощные. Зато у мусульман, у них, смотри, какая тема, что они самые крутые, и типа круче их нету на белом свете. А тебе придёт как с мечети, я на него смотрю, слушаю, и я такая, да, да, папушка, я уже соглашаюсь. Ну, тем не менее, вот моменты. Ну, в общем, короче, женская конкуренция, принятие собственной ценности и папу подрастить. Получается так, да? Да. Так. Демонстрация экрана. Вот смотрите, я вам хочу рассказать о своём новом продукте. Мы сделаем небольшую паузу, я вам расскажу, потом дальше продолжим разборы. Кто следующий на очереди, готовьтесь. Спасибо. Да, потому что, смотрите, мы сейчас живём в то время, когда вообще никакая цель у нас не простроится до тех пор, пока мы в неё идём из энергии тревожности и страха. А я вам так скажу, что мы, женщины здесь все присутствующие, мы имеем в своём нейронном поле то, что нам от предков осталось, фоновую тревогу. Практически все. Я ещё пока, ну, наверное, те просто, кто живёт на фоновой радости, не приходят к психологу. Поэтому, ну, каждая клиентка, с кем я работаю, имеет вот эту фоновую тревожность. Что такое тревожность? На тревожности мы вот зажимаемся вот так вот, да, если прислушаться к своему состоянию, то на тревоге, страхе мы вот так, на неуверенности мы вот так вот скухоживаемся энергетически. А хотим пойти в новый уровень. В новый уровень это что-то большее для нас, понимаете? Мы хотим в новые отношения пойти, в счастье, в здоровье, в больший достаток, в путешествия и так далее. Мы хотим идти в расширение, но мы не можем туда пойти на энергии сжатия. И я подумала, как же сделать, как же сделать и рассказать. Не пойму, как включить демонстрацию экрана. Пробую. чтобы вот презентация слайда. Как помочь людям вообще вот со своим состоянием поработать? Придать этому некий такой системный подход, объяснить и рассказать, что вообще на энергетическом уровне происходит, когда мы не в ресурсном состоянии. Сейчас посмотрю, если что-то получится из этого. Моя digital фея могла перестараться и сделать мне что-то очень сложное. посмотрим. Мой марафон называется «Через состояние в благосостояние». Это новый марафон о том, как нам идти на новые уровни, выходить на новые уровни через энергию расширения. Вот смотрите, здесь мы одну из важных тем затронем. Одну из важных тем на формат марафона пока так допустим будет. Одна из важных тем это тема работы с эмоциями, причем на глубинном уровне. Я работаю с эмоциями через уход в проработку рефлексов, то есть какие у нас рефлекторные алгоритмы записаны на той или иной эмоции. Ну, например, почему не получается убрать жалость к папе. Потому что если я спрошу Катя, что ты хочешь на этой жалости к папе сделать, то ты, скорее всего, увидишь, что ты его держишь. И недостаточно убрать только жалость, надо убрать и обнулить еще и вот этот рефлекс, чтобы оно ушло. То есть надо обнулить еще и вот этот условный рефлекс, который запускают наши эмоции, потому что именно вот здесь состояние. И если мы, например, чувствуем тревогу, тревогу, страх, беспокойство, что хочет тело сделать? Оно хочет стать маленьким, сжаться, хочет, может быть, исчезнуть у некоторых. Мы хотим идти вперед, а тело хочет исчезнуть всей душой. Поэтому мы не можем двинуться вперед, пока мы еще застряли в своих нересурсных состояниях. И сегодня двигаться из энергии страха вообще не получится, потому что у нас Вселенная переходит на вибрации энергии любви, это энергии расширения из четвертой чакры. Мы сейчас двигаемся и живем. Планета учит нас жизнь, жить из четвертой чакры, излучая энергию любви. А для этого нужны предыдущие вот эти вот вибрации, например, страх жизни. Страх жизни по первой чакре, на страхе мы сжимаемся, нехватка ценности себя, например, говоря о женщине, это по второй чакре, например, непринятие женственности, у нас вторая чакра сжимается, дальше социум, это третья чакра, и на уровне того, как я себя проявляю в социуме, мы сжимаемся опять, то есть мы до четвертой чакры даже не доходим. И получается, что идеи есть, а воплотить мы их не можем. Понимаете как? Поэтому для того, чтобы нам проявляться на другом уровне и выдерживать вот эти постоянные изменения и не сжиматься, выдерживать людей и принимать их, очень важно научиться со своим состоянием работать. Или даже если кто-то хорошо себя аккумулирует, то не раздавать свою энергию направо и налево. И даже сравнить можно. Если мы идем в новый уровень или к своим целям, и при этом мы сжимаемся, напрягаемся, закрываемся, отстраняемся, это если глубинные обиды есть, то у нас срабатывает такая отсечка, мы хотим отстраниться и закрыться. А или мы идем по жизни уверенно, несем собственную ценность, нам интересно и радостно жить. Вот такие разные вообще могут быть результаты и качество жизни, что самое главное. И я слежу за многими экспертами, и в том числе те, кто рассказывает про то, как продавать, как рассказывать о своем продукте, как блок вести и так далее. И очень часто они уходят в тему состояния. Они говорят, состояние – это самое главное, самое важное, что вообще нужно делать, с чем заниматься. Но они что говорят? Надо отдыхать, надо хорошо высыпаться, нужно там себя радовать покупками, вкусно кушать и так далее. С одной стороны, хорошо говорят, но если у человека глубинно не проработаны какие-то процессы, вот смотрите, например, человек хочет отдыхать, решил для себя, окей, что-то я сильно заработала, сильно устаю, надо мне больше отдыхать. И выбирает себе больше отдыхать. Хочет выбрать, по крайней мере. Но глубинная программа есть от рода или из кармы, что отдых равно смерти, потому что наши предки, они тяжело и много работали, пока не умрут. Вот, и этот сценарий, он глубоко лежит. И очень многим людям страшно идти в отдых, потому что отдых – это равно что-то нересурсное для них, да, это для примера я такой привела, может, очень контрастный пример, но зато объясняет хорошо. И вроде бы мы хотим пойти отдыхать или хотим себе каких-то покупок позволить, или хотим еще что-то как-то себя начать любить, но не можем, потому что упираемся вот в эти глубинные блоки, которые на самом-то деле и держат нас в этом нересурсном состоянии. И получается, что если мы начинаем отдыхать, а внутри у нас поднимается тревожность, что-то я вроде отдыхаю, но как-то мне неуютно, что-то я беспокоюсь, ой, начинается суета какая-то, вина, стыд и так далее. То есть просто взять и пойти отдыхать для многих это вообще не решение, потому что внутри поднимается тот же самый тремор. И они понимают, ой, да я на работе лучше себя чувствую, потому что они там живут, по крайней мере, а здесь они вот шагают в тот нересурс. И поэтому нужно искать другие решения в работе со своим состоянием. И я предлагаю вот что, предлагаю свой марафон, марафон, который у меня будет с акцентом на практику. Что это значит? Что каждый урок будет предлагать практику. Ну, я и всегда практики предлагаю, но в этот раз я хочу прям такие более глубинные попробовать дать упражнения, расстановочные упражнения в том числе, которые помогут. Да, оно не заменяет работу с индивидуальным терапевтом, но очень многие моменты можно и самому для себя исцелить. Например, у меня сегодня была клиентка, она вот как раз тоже прошла трехдневное обучение в близких друзьях, и там я рассказывала про образ страха неизвестности, да, вообще про образ неизвестности. И сегодня мы с ней просто прошли в эту неизвестность, и она легко прошла. Я ее спрашиваю, а что так легко прошла? Она говорит, ну, я вот упражнение проделала, образ убрала, образ был страшный, образ убрала, и вот просто она прошла в этот страх неизвестности достаточно легко. То есть она большую часть работы сделала самостоятельно. Я очень этому порадовалась, потому что, ну, я всегда радуюсь, когда люди могут сами пройти куда-то, какие-то уровни. И у меня предлагается марафон 8 модулей с уроками. Между модулями будет 2 дня перерыва. Почему? Потому что модуль — это тема, широкая тема, в которой будет от 3 до 5 уроков. Чтобы было время проработать, причем мои уроки, многие участницы предыдущих марафонов, они говорят о том, что я переслушиваю 2 или 3 раза, мне хочется что-то записать, потому что, ну, я даю информацию неповерхностную, она, правда, не сразу усваивается, ее нужно прослушать, продумать и как-то вот к ней, ну, чтобы дошло. Поэтому я даю время между уроками 2 дня. И мы будем что делать? Учиться управлять эмоциями и реакциями, что очень важно, да, вот этими безусловными алгоритмами, которые в нашу нейронную сеть зашиты из рода, из кармы и так далее. Вот, мы поработаем с внутренним ребенком, потому что, смотрите, вот это состояние идти по жизни из фоновой радости, это не состояние нашего внутреннего взрослого, это состояние внутреннего ребенка. А с чем мы имеем дело? Очень часто с тем, что на маленьких детей, ну, вспомните себя маленькими, очень часто нам маленьким предлагались взрослые задачи. То есть, маленькие дети не добыли детьми, и получается, что вот эти детские травмы, где то, что я хочу делать, делать нельзя, а надо делать то, что как будто бы взрослым, как-то, знаете, там, мы из-за взрослых несем ответственность из-за их эмоций, из-за то, что они там и то, и другое, пятое, и десятое. То есть, наши внутренние дети слишком нагружены чужой ответственностью. А маленькому ребенку это не по силам. И порой вот эти вот тревоги, они оттуда идут, из глубины нашего внутреннего ребенка. Поэтому отдельный модуль будет уделен вот этой теме. Мы будем учиться, как идти в новый уровень и не сливать энергию. На самом деле, не только то, что Юля рассказала, да, про вот этот слив энергии. Очень многие женщины, женщины сливают энергию другим людям. Потому что, смотрите, в нашей базе женщина, она, во-первых, отдающая, женщина тогда хорошая, когда она отдает, когда она такая вот бескорыстная, ну и так далее, и так далее. То есть, очень много программ у нас вшито, когда мы считаем, что мы хорошие, правильные, и от нас не откажутся, не отвернутся, если мы будем делать вот так, сливать энергию. Ну и по разным другим причинам. вот в уроке я расскажу про все причины, по которым этот слив происходит. Поэтому, если мы убираем, вот если мы идем со сливом энергии, это как будто, знаете, вот ведро с дырками, мы наполняем водой, а через дырки все равно утекает. Мы не можем, мы не можем никак наполниться, потому что постоянно утечка идет. И вот будет отдельный модуль, который будет посвящен этой теме. Ну и в целом будет проработка самых популярных страхов. Страха жизни, страха смерти, страха критики, страха осуждения, страха ошибки и страха неудачи. Вот эти основные страхи мы будем тоже прорабатывать. Прям вот как с ними вообще управляться так, чтобы их вообще убрать, искоренить. Хотя, опять же, знаете, искоренить до конца не получится никогда, потому что как только вот мы на одном уровне вроде бы как для себя решили вопрос. Как только делаем натяжение на новый уровень, какая-то часть страхов, она должна обязательно подняться, взъерошиться, как будто бы мы так, знаете, взрыхлили свое поле. Снова какие-то прорабатываем вещи, потом на новый уровень идем и так далее. То есть из уровня в уровень мы поднимаем потенциал, где у нас зашита наша энергия. И она вот там в этих страхах и вот в этих стрессах. Мы неминуемо попадаем в стресс, если не работаем со своим состоянием. А это значит, что стрессы это как такие узелки энергетические, из которых состоит наше поле энергетическое. И вот эти узелки, знаете, как узелок такой, который как присосочка в себя сосет энергию. Сосет энергию. Потому что мы родили какой-то страх или стресс, нам же его кормить надо, мы же его держим в своем поле и мы его подкармливаем каждый раз. И поэтому вроде бы, да, мы научились себе объяснять, что там с возрастом мы быстрее устаем или как-то, ну, может быть, по другим причинам устаем. Но на самом деле есть еще одна важная причина, по которой мы устаем. Это те эмоции, которые не проработаны, но слоями зашиты в нашей ауре, они просто сосут из нас энергию. Вот. Поэтому марафон-практику через состояние в благосостояние. Я в чат сброшу ссылочку. Сейчас расскажу про два тарифа. Тариф первый это участие в 8 уроков и обратная связь в общем чате. Общий чат участников, любые вопросы, которые по теме задаются, я сама на них отвечаю. Также смотрю, у кого что в процентах, как принято, как проработано. Ну, в общем, если четкие вопросы задаются, то четкие ответы и получаются. Вот. Смотрю каждого участника и каждому отвечаю. И этот тариф стоит 5,250 до 6 марта включительно. 7 марта будет повышение цены и будет уже 7,500. Это полная цена. Полная стоимость. Есть второй тариф. Второй тариф, он очень выгодный по той простой причине, что здесь включаются три моих терапевтические сессии. Вот такой пакет из трех сессий обычно у меня стоит 24,000. Обычно. Вот то, как у меня обычно люди приходят в работу. 20 это до 6 марта. Это три сессии плюс марафон. из 7 марта будет повышение 25,000. И то это выгоднее, чем просто ко мне зайти на 4 терапевтические сессии плюс отдельный марафон. Три сессии плюс марафон. Так бы было 24,000 плюс еще 7,500. Ну, в общем, короче, со всех сторон выгодная стоимость. Поэтому, если у вас возникнет желание поработать со мной в формате марафона, то, пожалуйста, присоединяйтесь. До 6 марта включительно выгодная стоимость. И вот эти новые компетенции, которые помогают нам свое состояние обрабатывать, они нам, конечно, с детства не прививались. Наоборот, что мы видели с детства? Мы видели уставшую маму, конфликты родителей, может быть, мы видели какие-то другие нересурсные модели поведения, которые просто переняли себе, не зная другого ничего, да, потому что мы же в своих родителях и бабушках, дедушках с самого детства эти люди это целый мир для нас. Мы, безусловно, им верим и, безусловно, берем то, что они с большой любовью нам передают на самом деле. Почему? Потому что они искренне верят в то, что они нам отдают самое лучшее. Но только они жили в другое время, а мы живем в другое время. И самое главное, что надо понять, ну, те алгоритмы нам сейчас не подходят. Они хороши для другого времени, но не для нашего. И так скажу, что психотерапия вообще для многих людей, да вообще для всех можно так сказать, это роскошь. Нельзя сказать, что человек не проработает свои программы и он умрет, например, да, он будет жить, но только качество жизни будет другим. Это как мой косметолог, она мне всегда тоже любит об этом говорить, но не то, что она, я уже клиент с 12-летним стажем и она как говорит, ну, там вот некоторым объясняю стоимость процедуры и так далее. Ой, ну а что так дорого? Ну, она говорит, ну, вообще-то можете не пользоваться, без этого можно жить, никто не умрет, ну, просто качество жизни будет другим. То же самое и психотерапия. Не говорю, что без этого нельзя жить, жить можно, но если мы хотим что-то поменять, то, конечно же, инструменты в наше время очень доступны и, ну, я так считаю, что не пользоваться ими это во вред себе. Отзывы участниц марафона. Это вот с последнего марафона отзывы и на сайте их еще больше. Ссылочку вам брошу, можете тоже почитать. Присоединиться по QR-коду, но лучше я вам сейчас в чат отправлю ссылку. Я ее скопирую и продолжим к разборам. Пока готовьтесь, кто следующий на разбор. Наталья, а тут демонстрация экрана у тебя, тут должны были слайды, да, мы видеть? Да, вы что, ничего не видели? Нет. Прекрасно. А я рассказываю. Да, а я так еще думаю, думаю, когда она нажмет слайд 4? Ну, думаю, ну, сейчас она расскажет, думаю, задаем вопрос. Ну, вот, спасибо, что вы меня послушали без слайдов. Думаю, ну, сейчас, наверное, будет, но сейчас она. Тогда вот там у меня лендинг такой, в принципе, очень объемный и информативный, потом можете почитать, поизучать. Так, ну что, девочки, кто следующий хочет разобрать вопрос? Есть желающие? Диана хотела, Диана. Диана, ты здесь? Да, сейчас, Наташа, ага, привет. Давай, привет. Разберусь, как, ага, привет. Привет. Я сижу, у меня просто в голове тут каша-малаша, я уже должна, я уже хочу на твой марафон, да, думаю, надо идти. Ну, у меня похожая ситуация, я что-то слушала девчонок и от всех помаленьку для себя что-то услышала, вот, что-то столько тоже прорабатываю себя, да, в плане дохода, работала, но в основном в групповой какой-то терапии, в личной работала, и я понимаю, сейчас прихожу к тому, что я, ну, не сдвигается, да, практически, ну, немножечко что-то там растет, ну, прям вот какие-то там суммы, да, я не могу на них выйти, мне даже страшно подумать, как я выйду, да, я когда начинаю думать, как, там, мне говорят, простроить стратегию, там, как и что, я строю, я понимаю, что у меня начинают лезть страхи, что у меня нет времени, у меня же тут семья, у меня там вот это, вот это, ну, то есть я даже, с одной стороны, я хочу сама, да, развиваться, работать, зарабатывать, а с другой стороны, куча сопротивления, вот, ну, то есть у меня, как бы, деньги через мужа идут, и как бы, ну, вроде как, с одной стороны, я где-то начинаю успокаиваться, думаю, ну, может быть, так и надо, да, может быть, у меня так, а потом, с другой стороны, все равно хочется же реализации, хочется не просто там как-то работать, а хочется срабатывать нормально, вот, вот, Ну, что-то мешает. Тоже страхи, видимо, какие-то. Ну, смотри, что на первый взгляд, на первый взгляд у тебя профессиональные компетенции не присвоены. То есть ты как астролог себя примерно так вот чувствуешь. Я астролог. Но не принято на 100%, что ты астролог. На 20% всего лишь принято. Вот, смотри, профессиональные компетенции нам помогают присвоить энергии папы. И если папа, например... Ну, я не знаю, какая у тебя история с папой. Папа... Как у тебя с папой? Ой, ну, с папой... Как с папой? С папой жили вместе мы, но они всю жизнь с мамой очень сильно ругались. Там буквально до драка я с маленького возраста маму защищала. То есть я так вставала между ними грудью. Вот. И маму спасала всё время. Вот. Ну, я как понимаю, что я вставала где-то выше мамы, да, и сейчас часто я думаю, что я выше неё, да, и где-то там умнее, и могу её учить. Я как бы с этим работаю тоже. Вот. Но до конца не проработала похожим. И выше мамы, и выше папы встаёшь. Ну, папу... Не знаю. Папу я практически не трогаю. У нас с ним такие отношения нейтральные. То есть если мы с ним встречаемся, мы нормально общаемся вообще абсолютно. То есть прекрасные отношения. Вот. Жизни я его не учу, конечно. Нет, это с детства. Смотри, там ты защищала маму. Ты смотри, маленькая девочка встала на защиту мамы перед тем, что в порядке. Вот она уже, эта травма, она уже есть. Всё. Вот там. И получается, что когда ты взрослела и приобретала профессиональные компетенции, то папа, как фигурь высшего порядка, был у тебя, ну, не в уважухе, так скажем, не в почёте, так как он нападал на... Да, да. Всё. И получается... Я с ним не общалась долго. Я, ну, где-то, наверное, своих детей, когда родила, начала как-то с ним более-менее общаться. И, ну, сейчас общаемся. Да, потому что все разговоры про деньги, профессиональную реализацию, то в любом случае смотрим папу, энергию папы. Второе, как я считываю с тебя, у тебя есть ещё социальная такая программа в целом. Видишь, ты социально достаточно хорошо в картину вписываешься современных женщин, что, ну, вот муж зарабатывает, у меня дети, всё хорошо, я такая мягкая женщина и так далее, да. И получается, как будто в социальные шаблоны ты хорошо вписываешься. Может быть, где-то твой глубинный страх потерять этот шаблон, потому что, ну, в целом, как семья у тебя всё успешно простроено. Что если быть женщина успешной, не поломает ли это моё личное счастье? Ну, вот это тоже есть. У меня это... Причём, да, это тоже есть. Это тоже вылазило не один раз, потому что они, мама с папой, ругались из-за денег в том числе. Мама больше зарабатывала. И, ну, прям очень сильно ругались из-за этого. И она там папу и обзывала всяко-разно. Вот. И потом он, когда подопьёт, и всё это... У тебя есть желание не повторить сценарий мамы, да? Ну, вот, видимо, да. Причём я с этим уже работала тоже. И не один раз. И я тоже сейчас понимаю, что опять это у меня начинает вылазить. Ну, то есть, видно, куда-то начинаю идти. Вот. Как-то появились какие-то амбиции, да. Что-то захотелось, но я понимаю, что я не могу просто двинуться. И это начинает вылазить опять. Ну, прекрасно, что начинает вылазить. Значит, надо проработать. Прорабатывать. Ну, я тоже вам хочу сказать, что у меня там тема с папой, она не с одного щелчка прорабатывается. Все мы в этом процессе. И надо просто пробовать разные инструменты, разных терапевтов, разные способы, подходы. Не нужно сказать, что своё, а что мне даст результат. Вот. Но если бы тяга всплыла, она сама собой не рассосётся. Угу. То есть как не прыгай, да? Ну, можно тщательно закрывать глаза. Можно тщательно закрывать глаза и думать, ой, нет-нет, это не моё. Но, понимаете, жизнь, она очень честно нам показывает результаты. Угу. Это да. Да, и мне в последнее время вот прямо отовсюду, куда я нигде ничего не спрошу, куда я нигде не начинаю что-то читать, изучать, и мне вот это вот начинает вылазить. Что у меня что-то в детстве. Детская позиция непроработанная, и финансовый потолок никак не могу я свой перепрыгнуть, да, где-то. То есть потому что есть страхи, а страхи вот всё из детства. Вот. Ну, я сопротивлялась. Я думаю, как так? Я столько уже, столько всего прорабатываю. Ну, сейчас понимаю, что уже, да. Смотри, в каждой травме частичку себя теряем. В каждой травме частичку себя мы теряем, оставляем. Вот, то есть в той ситуации, где ты маленькая встала на защиту мамы, ты частично потеряла своего внутреннего ребёнка. То есть частично радость ребёнка где-то там осталась закупорена. Радость, безмятежность. Вот это, знаешь, живу и благоухаю, ни о чём не думаю. По сути, беззаботность детская. Где-то там она у тебя в этих конфликтах родительских. Она там застряла. Всё, уже ты идёшь энергетически, немножко ребёнок твой не до конца радостный. Ну, я вам так расскажу. Вот у меня есть одна клиентка, она со мной работает, ну, наверное, года четыре, но периодически. Вот так периодически приходит, где-то порегулярнее, где-то потом, ну, паузы делают, потом снова приходят. И вот она была на марафоне, последний, который про энергетическое проектирование продаж. И там был модуль, посвящённый проработке родителей. И она мне спрашивает, ой, я так хорошо с мамой, прям вот она к нам приехала в гости, мне так комфортно, здорово. Посмотри, сколько процентов я с мамой там соединилась. Я смотрю, 45 процентов. Я ей пишу, ну вот 45. Она как, да не может быть. Ну, запиши меня к себе на сессию, приду, посмотрим. Пришла. Смотрим. И открылась травма, травма, где у неё в детстве ей было ещё не было и 7 лет, где у неё мама заболела. То есть сильно резкое такое заболевание, ухудшение здоровья мамы. И в тот момент она просто испытала такой сильный страх, вот прям детский шок, что ей надо стать сразу взрослой. Ну, то есть, а как я буду жить, если не будет мамы? И вот до этого, вы понимаете, слоями отрабатывали, 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 до этой травмы не доходили. Потому что наша, во-первых, психика, она тоже защищается. Мы не можем сразу пойти в какую-то сильную глубину, потому что, ну, не выдержим этого. И она даже, ну, человек, который уже достаточно мысль, нехорошо знакомый. И вот у неё прям слёзы покатились, потому что соединилась вот с сильной травмой внутри. Разобрали эту ситуацию, и у неё мама принялась на 75%. То есть сразу раз, вот одну травму распаковали, сразу раз принятие ушло вот так. Понимаете как? Поэтому, если встал вопрос актуализации, значит, надо где-то искать свой ресурс, чтобы двинуться дальше. Да, понятно. Ладно, спасибо, Наташа. Пожалуйста. Так, включаюсь. Кто ещё хочет спросить? Да, здравствуйте. Ага, здравствуйте. Да, у меня, знаете, такой вопрос. Ну, мы с вами уже прорабатывали несколько сессий, и не могу сказать, что у меня сейчас какие-то есть, ну, вот страхи, как были изначально. То есть когда у меня внутри утром просыпаешься, я вам рассказывала, сжимается всё внутри, и там, либо на работу не можешь, не хочешь идти, либо боишься, там, как там день вообще пройдёт. У меня сейчас такого нет, но, может быть, это последствия лечения, меня прям стало беспокоить, что, ну, отдалённо беспокоит, что у меня нет вот этих вот, ну, таких треморов, это первое. А с другой стороны, что меня беспокоит, что, ну, как-то, понимаете, он страх, ему за что можно сказать спасибо, что это, ну, по крайней мере, для меня это был как определённый двигатель такой в жизни. А сейчас у меня вот, ну, нет этого. если честно могу сказать, наверное, даже сил в последнее время нет. И вот меня последние выходные, ну, вот я говорю, опять же, может быть, это из-за болезни. Я постоянно хочу спать. То есть у меня такое ощущение, что вот, ну, то есть в воскресенье я до четырёх часов, знаете, как в сонном царстве. А у меня такого никогда не было. Я была всегда, ну, как бы активна. И вот сегодня, ну, я ещё, мне удалось сегодня договориться, ребёнка отвезли на тренировку. Ну, я и сама бы, у меня бы не хватило бы сил его везти. Вот. И мы с вами поговорили, что мне на поток надо встать, но энергии, то есть я немного делаю. Или у меня вот, ну, то есть первый вопрос, то есть что мне вот с этим делать? Ну, и второе по отцу. Я зачастую, ну, мы тоже маму с папой с вами прорабатывали, но так как он у меня болеет, и у меня зачастую образ, ну, его встаёт, ну, как вот он сейчас, там, худенький такой, но он меня ждёт. И, ну, у меня с ним нету никаких этих, ну, там, ни обид, ничего. Ну, понятно, может быть, какая-то как жалость, ну, как сожаление, да, вот. Но я вот уже сейчас пока слушала, ну, другие вопросы. Я его представляла, вот, когда он там был помоложе. Конечно, там тоже было много разных трудностей, в принципе, как вот у многих присутствующих, ну, с мамой, с папой. Но были моменты, когда была такая поддержка от него. И вот, может быть, у меня вот, ну, с отцом то, что я его, так как я его вижу сейчас слабым, может быть, я его не чувствую, как, ну, главным над собой. Хотя, меня вот сейчас с родителями, ну, значительно лучше, чем, допустим, было раньше. Особенно и с мамой. Но я думаю, что, может быть, что-то такое все равно вот, ну, осталось, что мне, ну, бумажку, она у меня так до сих пор висит на стене. То есть, ну, что мама... Папа у вас на 65% стоит за правым плечом? Угу. Но знаете, на что вы реагируете? В силу того, что и вы сейчас проходите лечение, папа болеет, да, вот такой вот уязвимость вот в этой теме есть. Во-первых, у вас страх будущего все равно есть, страх будущего он есть. Вы его просто, вы него даже не смотрите, но он есть сильный такой страх будущего. С этим можно поработать. И, короче говоря, вы присоединяетесь к папиному болезни, к его состоянию здоровья. Частично папу на себе держите. Это вас тоже усталость вам дает. Во-первых, папа боленой человек. Во-вторых, он фигура высшего порядка. И он, ну, энергетически неправильно, короче, делаете. Папу не надо на себя держать его. Папу надо поставить до конца за правое плечо и позволить ему те процессы, которые он проживает. Мы это прорабатывали, но в силу, конечно, это на ваших глазах происходит. и резонируете время от времени еще пока цепляетесь к нему эмоционально, в жалость. Уходите в жалость. Меньше, чем раньше, но есть. Вот. А второе, это, да, самочувствие связано с тем лечением, которое вы проходите. Ну, то, что каким-то оксидно исправлено, да, я звук пропадает. Екатерина, звук пропадает? Что-то он отключается у вас периодически. А, это я просто на телефоне подключила. А, на самом деле, я просто для себя так решила, что я сейчас буду о будущем думать. То есть у меня каждую неделю лишь бы пройти вот это, потому что лечение очень сложно. то есть там период ожидания 4 часа, процедура 3 минуты. Ну, и вот это вот очень сильно выматывает. Ну, то есть это никак не связано там с какими-то такими более тяжелыми моментами, что я вот столько сплю. Потому что и сегодня вот я точно так же пришла, и я не могла встать. То есть вы имеете в виду, нет ли ухудшения? Ну, да, и я просто даже как-то, знаете, у меня сегодня даже слезы полились от того, что у меня было столько планов, там мне надо было по инвестированию два вебинара послушать, ну, просто там про текущую ситуацию. А я так в полузабытие один прослушала, и все. Ну, я, правда, поспала сейчас, чуть немного, полегче стало, но... Нет, у вас ухудшения нету того, что могло быть, да, а на сколько процентов вы людей вот в этих очередях на себя берете? Мы проработали, но вы еще частично на себя берете людей, людей надо каждый раз с себя снимать. Пришли домой энергетически под сознанием и Екатерина, выдели объем всех людей, всю чужеродную энергетику и верните людям. Каждый раз себя убирайте людей, потому что там люди болезненные, тяжелая энергетика, вы там находитесь долго, поэтому берете на себя. Мне там где-то некуда. Да, папу убирайте, и как только пришли домой, тут же себя сразу почистили. А с папой мне как сделать, чтобы у меня не было? Так же с папой. Даже если вы где-то сэмоционировали, да, так же под сознанием Екатерины выдели энергетику папы, верни ему. То есть так же выделить и ему вернуть. А ему-то хуже не будет. Нет, не будет. Смотрите, вы же отдаете его энергетику, его энергетику, поэтому она ему свойственна, он даже ничего не почувствует. То есть вы ему отдаете не какую-то чужую, это его, то, что вы попернули на себя случайно, вы ему отдадите просто. Ну, ладно, поняла. Вот. А в будущее надо смотреть, смотри, вот будущее это интерес к жизни, обязательно интерес к жизни надо себе вернуть, и в планы свои вспоминайте, и интерес к жизни. У меня его не интересовало, я говорю, что у меня, вот, говорю, было все время столько планов, столько, ну, там, движухи такой, даже, даже то, что мне надоедало, то, что мне не нравилось, я была в движении, а сейчас просто и сил нет, и я даже не знаю, то есть, что меня может цеплять, вот, девушка там, первая, по-моему, Юля говорила, что вот она там останавливается, да, там, перед обучением, я прохожу сейчас обучение, только я это делаю, знаете, как, я это делаю через, превозмогаю, вот, то есть, ну, как сказать, из последних сил, то есть, это вот, это у меня такая есть, как это называется, гиперответственность, или я не знаю, как это, ну, что раз я пошла, значит, я должна довести это дело до конца, вот, и поэтому у меня есть обучение, и меня, а так как я, допустим, что-то, если там, ну, вот сегодня я не прослушала, ну, ладно, там нет дедлайна, но я все равно делаю, но я задаюсь вопросом, думаю, но если я делаю это из чувства, вы знаете, как заставляя себя, думаю, насколько это вообще правильно, а с другой стороны, если я ничего не буду делать, я, ну, вообще тогда никуда не двинусь. Ну, пока заставляйте, пока заставляйте, но надо интерес пробуждать, новый интерес. Вот смотрите, как происходит, у вас, когда в будущее вы перекрыли себе, да, что о будущем думать, вот на этой фразе, вы перекрыли себе будущее. Я даже раньше, когда мы работали, такого не считывала, как вот сейчас, прям такой занавес закрыт. Всем говорю, это очень такая, у меня будет марафон в мае про тело, тело, про долголетие, про то, как вообще убирать программы старения, смерти, болезни и так далее, как мы сами можем убирать. Вот, но очень важно, понимаете, оставлять интерес к жизни, потому что мы можем долго жить, если нам интересно жить. Как только мы себе даем такие вот переживания, я устала, я страдаю, мне плохо, мы запускаем программы на старение, на болезнь, на смерть. Вот это ни в коем случае нельзя допускать, потому что ресурс физического тела в сегодняшней, скажем, нашей жизни, мы можем жить 120 лет. Но только если мы останемся вот в этом нытье, нытье, да, ну как я говорю, нытье, понятно, что у всех свое, но вот это я имею в виду, такое страдание, да, усталость, трудно, вот в этом всем, если мы в этой реальности, то мы даем программу, такое задание, отключить нас от жизни. А в этом плане мне сейчас тогда, ну, хорошо, я тогда буду сейчас, ну, выполнять там те задания, которые есть, а еще каким образом интерес это к жизни пробудить. смотрите, почувствуйте себя, что вы главная в своей жизни, вы главная, и вы решаете, и вы даете своему телу выздороветь задание. Вот прям на этом фокусируйтесь. Своему телу даю задачу выздороветь, и у меня есть вот такие, вот такие интересные цели, цели, желания. Хорошо, поняла, спасибо. Спасибо. Ну, конечно, такая работа тоже не двух минут, но в эту сторону надо начать смотреть. Хорошо. Спасибо. Ну, пожалуйста. кто еще хочет спросить? Есть желающие? Ага, Светлана. Ага, добрый, добрый вечер всем. Добрый вечер. Немножко, конечно, пропустила там маленько. Так, ну, я подумала, но сильно так, по ходу дела, скажем так, сформирую вопрос. Как мне, хотелось бы узнать, как мне с легкостью, наверное, зарабатывать больше доход, ну, хотя бы в Х2 или в Х1. Наверное, вот так вот. с легкостью. А сейчас как вы зарабатываете? Ну, сейчас у меня как бы, сейчас у меня с легкостью, но нету, хотелось бы больше, скажем так. то есть вы сейчас с легкостью и также хотите с легкостью, но увеличится, да? Х2. Светлана, спрошу у вас такой момент, да, про маму, вас спрошу про маму, всех вот про папу спрашивал, а у вас про маму. Как у вас с мамой дела, отношения? Ну, хорошие отношения, но есть моменты, наверное, такие, что она всегда говорит, типа, там что-то покупаешь, это дорого, можно было дешевле, там, ну, так вот, что-то надо попытаться копить, а ты тратишь, там, ну, короче, вот так вот, такие моменты. Причем я сегодня об этом, она ко мне в гости приходила, интересно, как Поля считывает, скажем так, да? И я сегодня хотела с ней поговорить, чтобы она научилась благодарить папу. Вот, я вот, ничего себе, как считалось, интересно, Наталья. Да, вот у вас как-то с папой лучше, чем с мамой, вот, но у вас запрос, по сути, на энергию материнскую, Х2 это масштаб, это пойти в масштаб, это умножиться в дважды. То есть, как это работает? У меня есть техника перезачатия, где мы там проходим этапы все, и вот этот момент, где получается клетка оплодотворенная начинает делиться, то там деление происходит сразу в два раза, в два раза увеличится, каждый раз в два раза. И вот это пространство для того, чтобы умножаться в два раза, увеличиваться, расти в два раза, масштабироваться, по сути, это дает пространство мамы такую возможность. Поэтому в нашей энергетике, когда мама не встроена, у вас она всего на 10 процентов принята мама у вас. Когда мама не принята, то мы и вот эту вот энергию себя увеличить в два раза не можем. В два раза не можем увеличиться. Ну, а там, где в два, там и дальше идет масштабирование, но вы ограничиваете с тем, что маму не принимаете. И плюс, да, от мамы у вас очень много ограничивающих убеждений по деньгам. Мама верила в то, что если ты меньше тратишь и экономишь, накапливаешь, то деньги увеличатся. И в их время это действительно работало. Да, в это время не работает. Я всегда говорю, надо не экономить, а больше зарабатывать. Да, больше зарабатывать и посмотреть, какую энергию я трачу. Но вы тратите пока тоже с энергией, вот это где-то, может быть, шлейфом мамины беспокойство звучит. Да, шлейф. А с папой сколько мне просто интересно. Просто я прорабатывала в свое время очень много с папой. Как бы, да, и я прям отношения вижу, что прям нам. Папа на 8. Мама на 10. Ничего себе, потому что я прям с папой очень много прорабатывала, у меня много было затыков, скажем так, да. С мамой как бы, ну, я думала всегда все хорошо. Ну, от того, что у нас есть фактически мама, не факт, что мы энергетически с ее энергией созвучны, что мы ее принимаем. Вот. Мама, пока у вас стоит на детском месте, скорее вы себя чувствуете более такой старший, взрослый, маму хотите, может быть, где-то получать. Да. Причем не так давно мы там, кстати, она здесь, Лена, с матрицей, и она тоже самое, что иногда я хочу что-то ей сказать и посоветует, что мам, попробуй вот так. И сейчас у меня тоже второй раз уже слышу об этом. Да, ну вот, значит, вот фокус внимания теперь в проработку мамы, чтобы пойти в масштаб. Папа – это деньги, мама – масштаб и расширение. Деньги – возможности, потенциали. Это вот через маму получается. Так, в принципе, все. Все понятно. Все, спасибо. Пожалуйста. Так, еще есть желающие. Тишина. Никто не дает о себе знать. Наташа, а можно еще вас попросить вот сказать подсознание мое, Екатерина. Как дальше правильно сказать по поводу негатива, который в больнице? Выдели всю чужеродную энергетику от других пациентов и врачей в вашем случае. и выделяете и выделяете это как объем энергетический и мысленно им отдаете. А с папой нужно выделить его энергетику, которую он не отдает. Но не он вам ее отдает, вы ее берете сама на себя, стараясь его поддержать. Вы как будто, знаете, энергетически свою жизненную энергию подставляете как костылек ему. Но мы живем, смотрите, закон физики. Энергетически всегда баланс возникает. Если вы часть энергии отдали, то вы обязательно хватанули такой же объем только чужой энергии. Вот Юля тоже из-за этого устает. Вот сливаем энергию свою жизненную чистую, берем энергию других людей, а эта энергия других людей, она, знаете, как будто и той бетонной придавила, и вот только вот так вот лежать. Я сама такое проходила. Я когда проводила бизнес-тренинг, я после бизнес-тренинга мне бы только домой доехать и вообще лежать. Я не знала, как быть, но я потому что брала на себя энергию группы. Работаю с группой, настолько вкладываюсь, что прям сливаю всю себя, а потом потом не могу. Поэтому... Так, от папы, тут же говорю, подсознание моей Екатерина, выдели объем отданной энергии, правильно, да? Выдели объем энергии папы и ему верни. Угу. Объем энергии. Вот. А себе возвращайте то, что вы им отдали. Папе отдали. Подсознание моей Екатерина, мне верни объем той энергии, которую я отдала. Хорошо, с людьми, которые тоже в больнице, верни мне ту энергию, которую я отдала. То есть, надо баланс отнулить. Вы, получается, отдали, взяли чужую энергию. Надо вот эти вот обратно процессы развернуть. Себе свое забрать, людям их отдать. Энергию. Просто смотрите, вот, чтобы этого не происходило никогда, надо убрать вот эти самые глубинные смыслы, почему мы так делаем. Да? Ну, хотя бы, если даже вы это делаете, просто пришли домой, расщепились. Понятно, завтра пришли снова, снова что-то там смешалось, пришли домой, расцепились. Хотя бы так себя поддерживайте, чтобы не... Ну, вот, вот, вот эта методика, которую вы сейчас сказали. Да, да. Хорошо, спасибо. Светлана, еще что-то хотите спросить? Да, да, я хотела спросить, вот, например, еще вот с этим же вопросом, когда мы пришли, много людей было, у меня тоже бывает такое, что я прям устаю, да, что мне нужно, как это, очиститься, я немножко не поняла, то, что сейчас спрашивали, что-то много бывает народу, очень у нас, такие соревнования, и я прихожу, и прям как выжатый лимон. Вот смотрите, вы энергетически очень хотите вложиться в хороший результат, ну, вот этих соревнований или зрелищ, или что, то есть, когда вы заинтересованы в результате, то вы в этот результат не только своими компетенциями вкладываетесь, но и энергетически себя туда отдаете. из-за этого усталость. Ну да, да. Из-за этого усталость получается. Вот. Вам нужно научиться так, ну, если в работу со мной пойдете, то мы уберем эти программы, по которым вы сливаете энергию, но если так вот, чтобы вообще хотя бы себя поддержать, то просто подсознание моё Светлана обнули баланс, обнули баланс с другими людьми, и всё, что я отдала сверх баланса, верни мне, понимаю, что вы забираете свою энергию, которую вы туда вложили. Всё, что я отдала баланс? Сверх баланса, верни мне. Сверх баланса, верни мне. И всё, что я взяла сверх баланса, верни людям. По сути, ну вот Екатерине я тоже самое объяснила, да, обнули баланс. Ну вот. И энергетически, как, ну просто я ей объяснила, она уже со мной работала, знает, как это мы делали, вам, но объясню. Да, поэтому я, да, да, поэтому я не поняла, и поэтому я уточнила, это вообще как, что. Ну, смотрите, энергетику мы можем чувствовать как какой-то некий объём, вот даже если просто взять подсознание моё Светланы, обращаясь к себе, вот с этими всеми энергетическими вещами мы просто обращаемся к своему подсознанию, потому что вот эти вот энергетические процессы, мы сознательно даём задание подсознанию проработать вот это. И просто выделяете, да, вот даже сейчас подсознание моё Светланы выделили объём чужеродной энергии, которая есть на вас, просто попросите своё подсознание выделить. И как будто вот возьмите вот себя этот объём вот так отделите и посмотрите на него. Это много всего на мне, мне кажется. Ну вот выделите этот объём энергии. Что выделяется? Как будто грязь какая-то. Ну это чужеродная энергия, да. И вот подсыпите энергетически это, мысленно вот так, и просто скажите, подсознание моё Светланы, верни тем, от кого я это взяла. Там на уровне душа разберутся, кто кому чего отдать, взять. Причём очень много всего-всего, знаете. Причём ни такой, ни хороший, ну не знаю, я бы не сказала, что там светлое, там что-то такое, а что-то как будто грязь на меня вот так навешали. Ну не навешали, вы по каким-то причинам сами берёте. Знаете, как вот у женщин, у многих женщин, мы все здесь с вами женщины, например, у моей мамы есть программа пылесосить негатив других людей, пылесосить прям. Что значит пылесосить? Она не может пройти мимо, чтобы там чью-то проблемку на себя не стянуть. У нас у многих есть из поколения в поколение это передаётся, потому что женщины, вот видите, как мы такие участливы к проблемам других людей, мы не можем мимо пройти, мы кого-то пожалеем, кого-то там, я не знаю, кому-то подкормим кого-то своей энергией и так далее. У нас, у женщин, это очень так вот глубоко достаточно, в силу того, что смотрите, много поколений, много веков женщины не имели собственной ценности. И мы, наверное, первые поколения, которые вообще женщины живут с высоко поднятой головой, реализуются, имеют возможности, чего не было раньше у женщин. И они по-разному себе свою ценность простраивали, вот подкармливая кого-то, беря на себя чужие проблемы, где-то там, я не знаю, подставляя себя и так далее. Обесцененностей очень много, поэтому мы наследники того, скажем так, опыта, который нам женщины передали в роду, но это не значит, что мы не можем это перезаписать для себя. Это все корректируется. Как очень интересно. Пока все. Ага. Так, выключу. Все понятно пока. Спасибо, Наталья. Послушаю. Хорошо. Два раза сказали, до меня дошло, да, называется, из цикла. И вот сейчас я тоже вот это попробовала, вот этот объем брать чужих моментов. Это вообще такое, у меня аж даже, ну, тут сзади стало все, ломи тело вообще, я не могу понять. И отдать как бы, ну, жалко с одной стороны, я не знаю, как будто я это типа накапливала, а с другой стороны, как бы, ну, понимаешь, что это не мое, зачем оно мне надо. Вообще не могу понять теперь своих чувств, интересно так. Спасибо за практику. Да, ну вот. Смотри, психологам вообще, психологи же, это тоже такая работа, где очень близко с травмами, с проблемами людей. И очень важно научиться не копировать для себя. Ой, я вообще сейчас отучилась, я вообще даже не слышу практически, вот прям некоторые обижаются на меня, но я даже не слышу, о чем они говорят, я только выявляю самую истинную суть. Я вот за последнее время вообще очень четко, ну, поняла, как надо разговаривать с людьми, о чем мне надо слышать, о чем мне не надо слышать. И главное в этот разговор не участвовать в нем, потому что мне там делать нечего, потому что реально я тоже вот такая высосанная была, поэтому пусть их не останется. Смотри, видишь, как на энергетику, то ты чувствуешь на себя чужую, поэтому где-то просачивается. Это больше всего, знаешь, давая, ну, как по чувствам. А, по чувствам отдаешь. Ну, смотри, отдавая по чувствам, берется по закону обмена обязательно будет. Смотрите, ну, вот физика нас, когда, да, физику мы изучали в школе, энергии не больше, не меньше, она переходит в другое состояние. И мы думаем, что мы устали или нас высосали, да, какие-то энергетические вампиры как будто бы. Но нет, просто чужеродная энергетика для нас, она для нас не свойственна нам. Это как будто, знаете, ну, вот вы чувствуете, да, как вас как будто грязью энергетической облили, да, но это, она и не грязь, она просто, эта энергетика вам чужда. Она не ваша, вы как ее, как свою жизненную энергию не чувствуете, и она вас не поддерживает. И получается, что своей жизненной ее все меньше и меньше, а вот эта чужеродная ее все больше и больше. И это жрет наши силы, я так скажу, жрет, забирает, отнимает. Мы вечер могли бы провести еще ресурсно, а мы просто никакие лежим вот так вот и хоть как-то восстанавливаемся. и вот сейчас я это понимаю, что это, ну вот, ну по спине это вот все от рода там, откуда-то. И такой страх это все убрать, вот сразу он тут же, ну типа, что как-то, ну как будто бы я род типа предам, ну я же не буду предавать его, да, вот эта лояльность вот как, чтобы принадлежать им, да, вот что я тащить буду на себе, да, зачем мне это надо, мне надо уже своей жизнью жить. И вот постоянно я вот уже отрабатывала, и опять им все равно, хоп, сюда. Ну ты им знаешь, как скажи, скажи, что от того, что я выбираю жить по-другому, я все равно ваша. Я от вас не опасна. То есть другой опыт мне можно не тот копировать тот, а мне можно как-то по-другому. Да, и при этом, если ты живешь по-другому, ты от рода не отворачиваешься. Вот этот момент примит, чтобы они отпустили. У меня есть одна клиентка, мы с ней прорабатывали благословение женщин рода, там мы по отношениям с ней работали, и прямо вот реально никак она не могла пройти в то, чтобы ее женщины рода отпустили. И потом там программу за программой, программу за программой убираем, и она говорит, ой, мне прям какая-то старица увидела, что она меня благословила и отпустила, и тут же смотрю, маятником принятие прошло у нее. То есть действительно люди рода могут удерживать. Ну они как бы не физически держат, а какие-то программки, которые между вами есть. Ну вот я да, это бабушка, прабабушка, и туда дальше. Я вот прям, ну как энергетику их не чувствую, ну там баба батарея у меня, а туда вот дальше, я, ну как до седьмого еще не чувствую. А вот этих вот всех, это какое получается, один, два, три, четыре, четыре поколения, я вообще прям... Ну что, хорошо, все спросили, сказали. Завершать. Наталья, скажите, пожалуйста, вот такая же история, как у Светланы, да, с возвращением энергетики по словам у меня. Да, да, Юль, да, так же можно, вот что Светлана записала, такую же можно делать. А можете еще раз, я частично записала, а что-то не успела повторить эту фразу. Подсознание моё Юлия обновил баланс с людьми. Обновил баланс с людьми. И всё, что я отдала сверх баланса, верни мне. И всё, что я взяла сверх баланса, верни людям. Баланс, верни, да. Да. Вот так обнулять баланс, вот пока получается, что глубинно вот эти смыслы, на которых вы энергетику, ну, свою отдаете, а чужую берете, пока это не убраны, как программки, хотя бы вот так вот себя, ну, облегчайте себе состояние, да, можно каждый вечер или после работы с группой вот так вот брать и себя обнулять по балансу, чтобы не тащить на себе чужую энергетику. Спасибо большое. У меня прям реально трансформация пошла. Огромная благодарность Натальте, что позвала, но это прям вообще какая-то магия. есть такое. Я не волшебник, я только учусь, но что-то получается. Так, ну что, я вас попрошу, по возможности, на таком личном отклике напишите, пожалуйста, в чат отцев, как вам было сегодня, как для вас прошло это мероприятие. И до новых встреч. А можно еще вопросик? Да. Еще раз, я там опоздала, пока вы шли, рассказывали какие-то, что курсы, марафоны у вас. Можно еще раз, пока, я думаю, может кто-то забыл. Да, марафон у меня сейчас актуальный 13 марта начинается. Вот здесь ссылка есть, вот здесь, вот прямо в чате зума, и я еще продублирую в чат, сюда в групповой чат, где у нас в телеграме все участники есть, туда еще продублирую. Вот, и там предложение еще со скидками действует до 6 марта включительно. То есть вот еще 4 сегодня, 5, 6 еще можно со скидками присоединиться. Есть тариф, где просто, как общая группа и общение в общем чате, все уроки с моей обратной связью, это первый тариф. И второй тариф, кроме вот этого всего, еще 3 мои терапевтические сессии включаются по выгодной стоимости. Вот, поэтому можно выбрать для себя, какой тариф приемлем. А сколько ваша терапевтическая сессия одна стоит? Одна стоит 5000 рублей в час. Если работаем 2 часа, то 10 получается. Если заходите в мини-программу на 3 сессии сразу, то будет 24 по 8 тысяч. Если заходите на второй тариф марафона, то будет 20 тысяч. Это и марафоны плюс 3 сессии. Ну все, чтоб это я там слышала и не слышала, скажу так. Все, благодарю. Ну все, спасибо большое вам за участие. Буду рада вашим отзывам. Баланс восстановлен, чтобы было давать брать. Ну и дополнительные вопросы, если вдруг еще какие-то догонят вопросы, так скажем, то можно вот здесь в чате задать. Я отвечу. Все. Спасибо большое, Наталья. Благодарю. Очень было интересно. Да, пожалуйста. И запись я тоже